Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Говорит, показывает его потом. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня речь пойдет о шедевре, о книге Анора де Бальзака «Шагренивая кожа». Здесь под одной обложкой у нас серии «Проверено временем» два произведения «Шагренивая кожа» и «Неведомый шедевр». И говорить я буду о первом, потому что на самом деле это первая серьезная работа Бальзака, которую он, конечно же, сбоку, вот в такой особый раздел, как бы, но внес свою величественную человеческую комедию. И под этой книгой он реально уже подписался и, несмотря на фантастический в ней элемент, внес ее, так сказать, в реестр своих действительно серьезных трудов. Вот. Об этом, обо всем можно узнать из великолепного послесловия. Здесь богатая очень фактами разнообразная сопроводительная статья. Но прежде всего я хочу обратить внимание молодого поколения, потому что на самом деле классику читать боязно. Кажется, она скучной и не всегда подходишь к ней, скажем так, ну, с открытой душой. Кажется, что вот заснешь, да. Поверьте мне, это абсолютная ерунда. Классика – это то самое плодородное место, да, откуда произошли потом все жанры современного и развлекательного кинематографа, да, и развлекательной литературы, да, тебе, пожалуйста, и триллер, и детектив, да, и фильм ужасов, там, все что угодно. Это все оттуда возникло. И все это есть в классике. Она не менее увлекательна, чем любое другое произведение. Вот я вам прочитаю буквально три строчки. Из послесловия, нет, не из самой книги, да. Значит, чтобы вы вздрогнули, что называется, да. Вот сейчас, приготовьтесь, чтобы не упасть со стула. И утро после оргии, когда гости и куртизанки просыпаются с помятыми лицами и растрепанными прическами, и Рафаэль, который, спрятавшись в спальне Феодоры, наблюдает за ее отходом ко сну, и возлюбленная Рафаэля Полина, которая, не дожидаясь свадьбы, прячется в постели любимого и ждет его там. И, наконец, смерть Рафаэля в объятиях Полины в момент высшего наслаждения. Все это воспринималось многими читателями 1831 года как нарушение норм приличия. Я вам скажу так. Многими читателями 2017 года это воспринимается точно так же, как, например, мною. Но, тем не менее, конечно, ничего непристойного в этой книге нету. Это понятно. Это классическая проза 19 века, да. Там все очень обтекаемыми такими фразами, аккуратно, в романтическом духе описывается. Не найдете вы здесь ничего шокирующего, да. Но поверьте мне, там все это есть, да. И прячется в постели возлюбленного и все, что душе угодно, да. Вот это чтобы вы вздрогнули, да. Книга, конечно, очень острая по содержанию. И фантастический мне элемент до сих пор будоражит сам по себе, как некое символическое определение сужающихся возможностей и наших собственных желаний, оборачивающихся нашим поражением. Потому что, когда мы чего-то страстно желаем, мы отдаем взамен кусок своей души, кусок своей жизни. У нас другой валюты нету. Это вам кажется, что вы что-то покупаете за деньги, или вы что, чем-то жертвуете материальным врачом. Нет. У вас есть одна единственная ваша валюта. Ваша жизнь. На самом деле ничего более дорогого и невосполнимого у вас нету под рукой. И вот, когда это осознаешь, совсем по-другому заиграет метафора шагренивой кожи, которая сужается с каждым исполненным желанием. Ну, без спойлера не обойтись, но на самом деле, что тут спойлерить? Все знают сюжет этого произведения, или хотя бы значение выражения шагренивой кожи, да? Значит, когда мы... Историю Рафаэля я вам пересказывать не буду. Ладно, уж сами разберетесь, какую там роль играет Растиньяк, молодой еще тогда в самом Саку, тот самый Растиньяк, который с человеческой комедией, да? Вот. Какой прекрасный способ самоубийства предложил Рафаэлю, да? Это вообще просто. А погрязненько ты, друг, в развратии и пороках. И погрязнув, значит, доведи себя до полного истощения и умри. Прекрасно. Все бы самоубийцы, вместо того, чтобы сигать с мостов, да, занимались бы этим способом. Ну, конечно, некоторые вещи воспринимаются не так, как они писались столько-то лет назад, да? Это совсем по-другому. Но основная мысль остается тем же. Глубоко символичное значение вот этого образа, оно по-прежнему живое, играет всеми красками. Мы со собственной природой разобраться не в силах. И классическая литература – это как раз то зеркало, которое отражает эти неразрешимые конфликты. Кроме того, человека кидает, он вот его штормит, когда он живет, его кидает из стороны в сторону. Он постоянно мучается между необходимостью и своими желаниями, да? И вот эта вот амплитуда, да, она и есть. Вот та самая торговля собственной душой, собственной жизнью, да? Потому что нечем больше крыть. Это самый невосполнимый ресурс, время нашей собственной жизни. По большому счету к этому сводится метафора, да? Для человека нерелигиозного. Там совершенно четко религиозный подтекст, да? Это же дьявольское все-таки изобретение, да? Шагреневая кожа. Ну, во всяком случае, зловещие, потусторонние. И когда мы сейчас читаем эту книгу, мы поражены, с какой смелостью и с какой действительно роскошной свободой пера это написано. Как, собственно, и вся человеческая комедия. А второй книги я не успеваю рассказать, это неведомый шедевр, это великолепный пример того, как искусствоведение, как анализ и разбор произведений искусства, одно перечисление этого внушает уже какое-то такое, знаете, такое недоумение, да? Это же должно быть скучно, да? Наоборот, можно сделать увлекательнейшей книгой. Увлекательнейшей, невероятно разнообразной, да, и невероятно захватывающей даже спустя столетия, потому что это все так же интересно и актуально живо воспринимается сейчас. Вот такая шагреневая кожа. Вечная классика. Читайте, наслаждайтесь. Еще раз подтверждаю, вот из зачитанной цитаты все сущая правда, да, действительно, просто Анжелика отдыхает, что называется, по сравнению с вот этими вот, значит, с кабрезностями. Но это классика, там все романтично, там все так, чтобы это можно было дать в руки старшекласснику. Спасибо за внимание.